Сегодня в программе. Как-то она приходит ко мне, и у нее с собой был такой маленький пакетик. Рассыпала, сделала дорожку. Я говорю, Наташ, ты что делаешь? Ну как, да вот я только немножко. Типа, ты не хочешь попробовать, что это такое ощутить? Я говорю, а почему бы нет? И вот эта наша заинтересованность, то, что а почему бы нет? За полтора года я просто из перспективного человека превратилась в такое ничтожество. Я проколола свою квартиру, проколола свою машину, я проколола все, в принципе, все, что можно. Началось все с этого нерешительного. Почему бы и нет? А что потом? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я рада приветствовать вас на нашей программе «Преодоление». И сегодня мы опять поговорим о теме, которая волнует очень многих в нашем городе. Это тема наркомании. Как мы знаем, это проблемы, которые затрагивают все свои общества. Неважно, богатый это или бедный, из хорошей это из семьи или из неблагополучной, мужчина это или женщина, но каждый, буквально каждый может столкнуться с этим в своей семье или даже в собственной жизни. Сегодня у нас в гостях молодая девушка, разговаривая с которой фактически первую фразу, которую я услышала, «Я бывшая наркоманка». Вы знаете, меня так удивили и обрадовали эти слова, потому что, глядя на нее, я бы никогда не подумала, что она могла увлекаться такого рода занятиями. Но и порадовали, потому что прозвучало слово «бывшая». Я вот хочу познакомить с ней. Это Ирина. Она замечательная и чудесная. И вот первый вопрос, который бы я хотела тебе задать. Скажи, пожалуйста, с чего для тебя начиналось все это? Ну, в моей жизни были небольшие такие ситуации. В принципе, когда можно было посланяться этим и раньше, ну, как-то избегалось все это. И в один прекрасный день это произошло в том плане, что у меня была операция. Нельзя было заниматься спортом, ходить в спортзал. Как обычно для нас женщин это присуще, подготавливаться к лету. Вот. И я разговаривала с одной девушкой, пожаловалась ей на эту причину, потому что, понимаешь, я не могу пойти в спортзал, не могу заниматься, а на диете я тоже не могу сидеть, так как я люблю кушать. Ну, и она мне тут, естественно, так посмотрела на меня, говорит, знаешь, я тебе могу подсказать способ какой. Легкий, быстрый, доступный. И денег много не затрачивается. Я говорю, какой? Мне так это стало странно, так как же это, каким это образом можно похудеть, не затрачивать много денег. Я говорю, мечта всех женщин, похудеть и не затратить на это никаких усилий. И она сказала, ты знаешь, есть такое сута. Я так посмотрела, но, в принципе, я слышать слышала. Она, это, в принципе, такой, как в нашей жизни, говорится, кайф. Такой, я думаю, ну ладно, попробую. Решила попробовать. В принципе, я попробовала до того, то, что я уже не могла обходиться без этого. Как его называют в нашей жизни, жадный кайф. В том, то, что поставь ведро, ты будешь и ведро это, пока не кончится оно у тебя. Ну, вот смотри, если ты говорила, что раньше были возможности, так сказать, это опойти и обходила, а здесь очень хотелось, из-за того, что очень хотелось похудеть, пошло на то, что, в общем-то... Или это просто ты не считала это наркотиком? Я в том дело, что я не считала, я надеялась на саму себя, на самонадеятельность наша, она как же губит людей. И вот я понадеялась на себя, то, что, ну как, я вроде такой сильный человек, я смогу, почему это я? Ну, подумаешь, там, недельку я повставляюсь, как называется, и все будет прекрасно. То есть, я знаю, что ты в то время занималась бизнесом, да? То есть, у тебя было достаточно много денег для этого, и, в общем, достаточно обеспеченная жизнь деловой женщины. То есть, ты могла сказать, что я в своей жизни добилась многого, и поэтому я точно знаю, что я смогу остановиться. Вот то, что действительно, Маша, ты правильно говоришь, то, что я надеялась на себя, то, что я такая сильная волевая женщина, которая прошла через такие трудности, даже, помимо, открывая свои точки, свой бизнес, вернее... Ты занималась цветами, да? Да, я начала заниматься цветами, это было такое преодоление, потому что проблемы, сложности были много с этим. И вроде, пройдя это, такие трудности я смогла, и тут, на тебе, как я здесь, упаду ниже того уровня, на который я поднялась. Это нет, не получится это. Вот, помнишь, ты мне рассказывала то, что вот такая жизнь, которая, в общем-то, была привлекательна. То есть, после огорчения и тягот тяжелого рабочего дня очень хотелось расслабиться, повеселиться. То, что, в общем-то, к чему, наверное, стремится каждый человек в нашей жизни. После напряженного, тяжелого рабочего дня просто отдохнуть, побыть самим собой, порадоваться окружающим бытию. И ведь я, насколько я понимаю, с лутаном все не обошлось, нет? Нет, с лутаном все не обошлось, это естественно. Почему это естественно? В том плане, что, я как говорила, что я была замужем, и когда я ушла от мужа, в общем, он не смог меня вернуть в моральном смысле слова. Ну, он меня решила потопить физически. Физически. Он стал прикрывать мои точки, одну за другой. Ну, я, естественно, не растерявшись, там, я взяла себя в руки и вперед. Я открыла другое дело. Вы смотрите программу преодоления. Вот напарница попала, тоже вот у нее рядом были точки. И как-то она приходит ко мне, и у ней с собой был такой маленький пакетик. Я рассыпала, сделала дорожку. Я говорю, Наташа, ты что делаешь? Ну, как, да вот я только немножко. Типа, ты не хочешь попробовать, что это такое ощутить? Я говорю, а почему бы нет? И вот эта наша заинтересованность в том, что, а почему бы нет? Общаешься с ней, сидишь, допустим, она под этим кайфом, а ты нет. Ты уже себя чувствуешь как-то скованнее. Она вот такая вот свободная, что-то говорит, а ты уже чувствуешь скованное. Ты не знаешь, о чем с ней разговаривать именно в этот момент. Это, естественно, тоже. Я попробовала. Вроде, да, там, прекрасно все так. Здорово, в принципе, и рюмку водки не надо брать в роте, чтобы испытать это. На следующий день, естественно, это повторилось. Но уже она предложила более эффективнее и быстрее уколоться. И у нас... Попробовала опять-таки же я уколоться. Я опять-таки же надеялась на себя. Только на себя, а не на кого больше. Что я смогу выйти, я просто немножко попробую. И просто чуть-чуть отдохну. Да, просто немножко отдохну. И я действительно расслаблялась так первое время. Мне это привлекало очень. В том плане, сначала, когда ты начинаешь заниматься, употреблять наркотики, скорее так сказать, у тебя, получается, происходит такой эффект того, что ты действительно вот приходишь с работы уставший, и ты расслабляешься, лежишь. Вот у меня лично было так. Я приходила, я принимала себе дозу. И я ложилась на диван, брала сигарету. Рот стояла на патрульку минеральной воды, возле кровати, и лежало все. Мне ничего не надо было. Мне было хорошо, мне было спокойно. Мне никуда не тянуло, ни на какие приключения, там, на улицу. Но это было первое. Первоначальная стадия моей зависимости от этого. Ты осознавала это как зависимость? Нет. Вначале нет, я не осознавала это. Я знала, думала, что это прекрасно, это хорошо, это легко, и, в принципе, у меня и не ломок там нет. То, что я, допустим, один раз укололась день, и все, там, я с утра встаю, и у меня не ломок, ничего нет. Да вроде, какие ломки, о чем там говорят? Да не правда это ничего. Да, это чушь, да. Да, чушь вообще. Ну, и с каждым днем, с каждым днем доза все побольше и побольше. Ты знаешь, смотришь на этот шприц, когда вот набирают пакетик, и когда набирают вот этот уже готовый раствор, и с каждым разом тебе все больше и больше охоты, чтобы на кубик, на один у тебя прибавлялся, прибавлялся, прибавлялся. И вот в этом, от этого прибавления в кубики, вот это вот черточки, идет твоя зависимость. С каждой черточкой все больше и больше, ты все дальше и дальше углубляешься в этот омут, падаешь. И все так же хотелось похудеть, или это уже не было? Это уже было нет. Уже я забывала про все, мне не нужно было ничего, никаких там лишних килограмм, меня это уже не смущало, мне не нужно было уже ничего. Мне просто надо было достать в колодце. Вот я же знаю, что у тебя был ребенок, да? И он сейчас есть, слава богу. Да. Как вот он реагировал на это? Ну, сын, конечно, у меня очень так относился, я практически забросила, забыла его. То есть, фактически, как мать-одиночка была, да? Ну да, то, что, да, с мужем, но я практически не уделяла своему сыну время. И для меня это было, это я сейчас, естественно, я все это осознаю. Я смотрю на него, он мне говорит, мамочка, я тебя так сильно люблю, я так сильно тебя люблю. И я, не знаю, у меня такое внутри все переворачивается. И я не знаю, я, наверное, до конца своих дней не смогу вот это все покрыть, забыть. То, что сколько я ему принесла этого горя. Я стараюсь как-то это все сгладить, там, перекрыть, перечеркнуть это. Ну, конечно, вот сын у меня, да, не напоминает. Вот вроде он был и маленький, ну, как маленький, ему 5 лет было. И он прекрасно это все помнит, но он не напоминает об этом. И он видит по телевизору, и даже один раз мы с ним провели такую тему. Он пришел из школы, поднимался в подъезд, и валяли шприцы. Он говорит, мам, а у нас в подъезде шприцы валяются. Я вздохнула, так глубоко-глубоко вздохнула. Я говорю, сын, приготовила кое, кушать сели, обедать, да. И мы с ним у нас такая теплая разговор, такой разговор пошел. В том плане, что он у меня очень такой мальчишка умненький. И он так любит поговорить, и вот с ним интересно. Вот я с ним разговариваю, как с возрастным человеком. Когда я начинаю разговаривать на серьезную тему, я не смотрю на него, как на маленький. Я ему говорю, сын, ты понимаешь, что ты видел, ты все это помнишь, что было со мной. И я надеюсь, что в твоей жизни этого не повторится. И он не говорит, что этого не будет, но я знаю, что он этого не сделает. Потому что он видел вот это все своими глазами. И детская память, она довольно-таки восприимчива к этому. И он этого не будет делать. Скажи, пожалуйста, вот сколько ты провела на героине, да, с полтора года? Полтора года. И вот за эти полтора года, так сказать, будучи до этого деловой женщиной, имеющей свое дело в руках, знающей себе цены, знающей, в общем-то, что стоит эта жизнь, что произошло за эти полтора года? Ой, за полтора года я просто из перспективного человека превратилась в такое ничтожество, которое практически оставалось еще с шага до того, что валяться, и что под себя ходили, запинались все. Как тряпка какая-то. Я, в принципе, я проколола свою квартиру, проколола свою машину, я проколола все, что, в принципе, все, что можно. И так это все, и я даже вот за машину, за свою машину не окабыла. За свою машину я получила только гран-героину, потому что у меня были долги. Ну, все, больше я ничего не видела с этого. Вы смотрите программу «Преодоление». Скажи, пожалуйста, а вот такой момент, с чего для тебя начался вот этот выход из кризиса? Потому что вот если сначала ты говорила, что ты даже не замечала, что ты как бы в зависимости, потом, насколько я понимаю, был период, когда понимаешь, что зависим, но не хочешь ничего делать, потому что уже, ну, в какой-то смысле махаешь на себя рукой и живешь, как живется. Ради этого кайфа. Почему? Почему захотелось вывести? Ой, Маш, ты знаешь, такой вопрос, конечно, вот. Когда я начинаю это вспоминать, у меня все переворачивается внутри. Это я сейчас ясно осознаю, ясно осознаю то, что Бог меня вел к этому. Такими путями, такими, знаешь, вот ухапываясь, спотыкаясь, поднимаясь, поднимала, вставила, чтобы я шла дальше. Я вроде шла, шла, потом опять падала. Но я в один прекрасный день, на меня как озарение какое-то, понимаешь, вот бывает же такое, что темно, вот свет включаешь на кухне, да, темно-темно, и раз резко такой свет. И вот у меня тоже такое моментальное будущее, преломки, такой вот сильный. И я так начала задумываться над тем, а что же у меня ждет дальше. И я посмотрела, и вот как бы действительно вот разделение личности произошло в том плане, что вот тебе сегодня, наверное, рассказывала уже, да? Ну, что вот положительная моя, вот положительная Ирина стояла, и отрицательная Ирина. И вот они между собой спорили. Положительная говорит, ты посмотри на меня, какая я. Я жизнерадостная, я веселая. Я там смотрю на этот мир такими обширными взглядами. У меня столько планов, у меня столько идей, там, возобновить, там, что-то сделать, помочь кому-то. А ты, ты, что в тебе хорошего? Я ничего в тебе не вижу. Ты дрянь. Ты, не знаю, там, ты падший человек, ты низкий человек, на которого только плевать и не знаю, что с тобой делать. Ты не можешь смотреть на людей с высоко поднятой головой. А я могу. И вот между собой, между мной происходил вот именно такой вот барьер. И я ясно стала, представила себе, да, у меня кончаются деньги. И что у меня ждет? Панель за какой-то там чек, дозу. У меня ждут вот эти подвалы. Вот этот ужас вся. Вот эта грязь. Вот эта левотина. Извиняюсь, скажешь, за выражение больше. Вот этот смрад, черстость вот эта вся. Я, ну, действительно, я захотела из этого вылезти. Я просто осталась сама с собой наедине. И разбиралась сама в себе. Ну, с помощью Бога, естественно, осознаю опять-таки же это. Я сейчас, когда пришла, что без этого у меня бы, может, и не получилось. Я когда осталась сама с собой, я поговорила сама с собой. И я сама для себя сделала выход из этого, то, что мне нужно выйти из этого. А врачи какие-то там, да, пытались там, я ради папы пытался что-то сделать как-то. То он понимает, что врачи, вот эта медицина, мне кажется, это мое личное мнение. И пока человек не захочет сам, не поставит перед собой эту задачу, если он не хочет быть таким падшим, низким, грязным, а хочет быть себе постоянно находиться в высоко поднятой голове, смотреть на всех не таким образом, чтобы на тебя смотрели, а чтобы ты вот так смотрел, глаза в глаза. Человек, если не разберется сам в себе и не поговорит сам с собой, и не решит для себя, что ему делать, мне кажется, уже врачи, там, реабилитационные центры ему не помогут. Вот какой урок для нас, да? Что пока человек не примет решение, ничего не поможет. Сколько бы мы не переживали за этих людей, сколько бы мы не старались сделать, пока человек сам не принимает решение, нет выхода для этой ситуации. Ну смотри, но есть люди, которые принимают решение, но это решение также угасает на следующий же день, опять при ломках, при всем этом депрессивном состоянии, уже кажется, да, ну его, это решение, я лучше буду продолжать дальше. Почему ты продолжала держаться его? Ну, во-первых, для своего сына, потому что в этом мире, в таком нашем, вот, в таком черство, где грязь, бардак. И человек просто-напросто, человек взрослый, ему-то же взрослому, человеку тяжело выжить в этой жизни, не говоря уже о ребенке. И я задумалась, естественно, как мне ребенок, если в этой жизни он останется один, он никому не нужен будет, кроме меня, своему родному отцу, ну что папа, ну папа-папа, у него будет там жена, там, будет его мачеха, естественно, ну как в сказке получается, вот. И во вторую очередь у меня была подруга Светлана, у меня сейчас есть, она была рядом со мной в этот момент, и она вообще практически была этот период со мной рядом, когда все это происходило, и она мне постоянно, когда мне было плохо, она мне постоянно держала за руку, постоянно, и она мне говорила такие слова, ну потому что, Вер, я с тобой, мне так же больно, как и тебя, я делю эту боль с тобой пополам. Хотя она не была наркоманкой. Нет, она не была наркоманкой. И мне действительно как-то становилось легче в том плане, что вот какую-то частичку боли она от меня забирает, и она переносит, чувствует, прочувствует это все вместе со мной, и мне это так становилось легко, а ты тут даже подсознательно, я ощущала, что мне, я рада Богу за то, что вот он мне дал такого человека, который действительно был. И в наше время действительно очень мало же друзей. Вот так если разобраться, что кто у тебя настоящий друг? И друг, по-моему, должен быть вот, я считаю, вот у меня идеал, это она, как друг, как подруга. Не знаю, в том плане, что я она как громаотвод. Я могу, ну накричая, там свои эмоции выплеснуть. То есть посмотрите, как важно, когда человек принимает решение, как важно, чтобы кто-то был рядом из плоти и крови, кого можно подержать за руку и сказать, мне плохо в данный момент. Это все, что можем мы, человеки, сделать для этих людей, которые зависимы, которым тяжело и больно в данный момент. Вы смотрите программу преодоления. Скажи, пожалуйста, а вот когда не было уже такого безломочного момента, что раз, и все прошло. Вот была рядом подруга, но вот зачастую, часто очень говорят, что наркоманы не принимают тех людей, которые не пережили эту боль, которые не знают, что это такое. Вот была подруга, которая не пережила, и которой всегда можно было сказать, что ты понимаешь, что ты даже сотой части не испытываешь того, что испытываю я. Ну аж было такое, да. Я просто-напросто действительно манипулировала ей какое-то время. В том плане, что ты сегодня задала вопрос, то, что как вот, да, который человек не прошел через это, он не может понять другого человека. А наркоман, в свою очередь, начинает манипулировать, когда вот человек, вот ты, допустим, ты занимаешься с наркоманами, определенный человек, за которым ты смотришь, помогаешь ему, там протягиваешь руку помощи, а он в это время видит твою слабость в том смысле, что она переживает змея. Видишь, она готова меня спасти. Так, значит, я могу это обработать, все так хорошо, чинно, слажено. Главное в этот момент, там, наставнику, который рядом, или другу, держаться от этого, быть настойчивее и упрямее. В том плане, что не уступать ему в каких-то просьбах, в поблажках, да. Это тоже главное. А когда человек начинает, он начинает этому манипулировать, ты мне знаешь, ну ты мне хотя бы полдозы, ну хоть немножко. Вот последний раз и все. Да, вот последний раз и все. А последнего раза уже не будет. Съездите со мной последний раз, и все будет нормально. Останавливайте, и все будет хорошо. Вот еще я слышала такое мнение, что всегда победить болезнь, наркомания, как мы говорим, это болезнь, можно только тогда, когда человек, который уже прошел вот этот путь, начинает радоваться жизни. Вот я смотрю на тебя, не могу, так сказать, делать это одного ощущения. Я редко вижу таких радостных людей, я редко вижу людей, улыбающихся, вот даже, в общем-то, ну, в нашей жизни, которая, конечно, тяжела, конечно, трудна, в которой есть, конечно, очень сложные моменты, и далеко не однозначные. Но я редко вижу людей, улыбающихся даже в достаточно благополучных ситуациях. И тут человек, переживший, в общем-то, такое, ну, беду и горе в жизни, потерявший, фактически, все, что имел, но выкарабкивавшийся с помощью Божьей. И такая радость, такая улыбка, такие светящиеся глаза. Откуда это, Ира, поделись? Ты знаешь, Маша, это так замечательно все в том плане, что я действительно, вот, солнечные очки, не розовые очки, а солнечные очки, когда начинаешь так постепенно снимать, они же черные, и ты снимаешь постепенно, постепенно, и у тебя появляется свет, 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 свет такой, да, и тебе становится ясно. Вот она, вот она где жизнь. Даже взять, вот я тебе сегодня говорила, у Натальи есть такая песня, я не хочу четыре стены, полупотолок, небо хочу, звезды хочу, радугу хочу и дорогу. Я даже задумываюсь над этой песней, да, вот мы действительно, мы ходим как по замкнутому кругу, будто дверь маленькая, лазейчка есть, тебе только нужно выйти, протянуть руку и взять, да вообще нам всем, и взять вот эту радость, вот это вот солнце, вот эту радугу, вот эти дороги, это веселье, вот это все, это блаженство души, открытое сердце, когда ты смотришь на людей, как не каких-то человеков, таких, как ты говоришь, каких-то непонятных типов, там индивидуумы какие-то ходят, вообще такие личности непонятные, а ты смотришь, какой бы он ни был, пусть он там, как вчера у меня разговор был, и таких людей назвали отморозками, отморозок, не отморозок, но и ты уже даже с этими отморозками, ты смотришь на них как на людей, в первую очередь, ты смотришь на него как на человека, И рассматриваешь даже, смотришь на глаза, уже понимаешь, светящийся, ага, человек проснулся довольный, у него все прекрасно, у него все отлично, значит, он в дружбе с Богом. А смотришь на человека, который понурый, он загрузился, у него проблем столько, и он не может их решить, и он думает, что да я сам их решу, как-то выкарабкаюсь, и он не может. И вот этот замкнутый круг, и вот эта вот лазичка маленькая, которую редко когда-то можно найти, выкарабкать с этого, когда ты выходишь с этого, и вот такой свет, яркость, радость, души, это необъяснимо просто. Вот скажи, пожалуйста, у нас осталось совсем немного времени, вот что бы ты могла сказать тем людям, которые сейчас находятся в зависимости, вот ты как человек, прошедший этот путь, что бы ты могла или хотела бы им сказать? Я могу только сказать им одно, если они действительно хотят просить, не на словах, а как обычно говорят, да я прошу, прошу все, не на словах, а на деле. Если они действительно хотят просить, пусть они останутся наедине с собой и с Богом, и пусть они обратятся к Нему и попросят Его, и не нужно будет никаких клиник, ничего. А врача скажет, Господи, Отец наш, помоги, я отдаю Тебя полностью в свои руки, вот у меня такой, какой я есть, и все будет прекрасно. Удивительные слова на самом деле, и действительно, наверное, немногие люди могут так сказать, что Господи, все отдаю в Твои руки. Как бы ни было, я признаюсь в том, что я беспомощен, я слаб. Это сложно сказать здоровому человеку, что же говорить о больном, который, начиная употреблять наркотики, считал, что он все может, который, начиная этот порочный круг, считал, что все будет хорошо, мне надо только идти этой дорогой, и я расслаблюсь, я обрету мир, все будет нормально. Как сложен этот путь, как сложно потом выбраться отсюда. Но главное, как сказала Ирина, и смотря на нее, я верю, что это возможно, смотря на ее добрую улыбку, на ее добрые глаза, я с радостью признаю, что это возможно, что это работает, что в жизни каждого человека Бог может творить чудеса. Важно только одно – захотеть. Важно только одно – встать перед Богом на колени. И, наверное, самое тяжелое, что дается в нашей жизни – это смирение. Признать свою беспомощность, признать то, что мы слабы. И поэтому, дорогие друзья, вот те, кто нас слушает, может быть, родители, может быть, сами люди, в жизни которых случилась такая беда, помните этот момент, помните замечательные слова Иришки, ее замечательные глаза и то выражение, с которым она сказала. Я верю, что это возможно. И я знаю, что в моей жизни это сработало. Удачи вам на этом пути. Не всем легко, но все побеждают с Господом. Не бывает такого, чтобы что-то в нашей жизни свершилось без труда. Помните русскую пословицу «без труда не вытащишь и рыбки из пруда». Не бывает так, чтобы поменять свою жизнь и не затратиться на это. Не бывает так, чтобы слезть, наверное, с иглы, с наркотика и не пережить ломок. Но поверьте, это стоит того. Смотря на ее жизнь, видя фотографию ее сынишки, видя радость в ее глазах и то, что она хочет делиться этой вестью с другими людьми, что... Я хочу вам рассказать, что я жива только благодаря Богу. Я надеюсь, что в вашей жизни тоже все будет хорошо. Только преклоните перед Господом голову и колени, и Он поможет вам в вашей жизни. Да благословит вас Господь и даст вам силы, мудрости и радости. До свидания. До свидания. Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от алкоголя и наркотиков? Надеемся, что книги, которые мы предлагаем в подарок, помогут вам. Присылайте ваши заявки по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу», выход из кризиса. Присылайте ваши заявки по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу», выход из кризиса.